Всем привет, с вами Вульф, и сегодня я записываю очередной подкаст. Сразу говорю, что к этому подкасту я не готовился, и поэтому извиняюсь за свои запинки. В общем-то, ребят, я заболел, поэтому видео, как вы можете заметить, нету, к сожалению. Думаю, что где-то через 2-3 дня будут видео, видите, я тут написал в группе ВКонтакте, что я заболел. Правда, в группе ВКонтакте всего лишь 40 человек, поэтому навряд ли кто-то это увидел. Ну, давайте перейдем к подкастам. В общем-то, я набрал 569 подписчиков за 3 месяца, что довольно неплохо. То есть, канал постепенно, потихоньку набирает свою популярность, если можно так выразиться. Конечно, сейчас у многих даже по 100 тысяч подписчиков и более. Ну, я хотя бы рад тому, что у меня 2500 подписчиков, что довольно неплохо. Итак, ребят, давайте я расскажу о играх, которые я буду проходить в ближайшее время. То есть, в марте, в апреле где-то. В общем-то, я буду проходить Hotline Miami 2 в Wrong Number. Я ее купил в Стиме. Не буду сейчас терять время на то, чтобы вам показать, купил я ее или нет. Не вижу в этом смысла. В общем, купил я ее в Стиме. Стоил где-то 300 рублей. Знаю то, что эта игрушка очень хардкорная, но все-таки решил попытать свои нервы в этой игре. И 10 марта, ребята, я в нее поиграю и запишу для вас видео. Не знаю, буду ли я ее полностью проходить или запишу одну-две серии. Посмотрим, как будет. Так, следующая игру, которую я буду проходить, это Battlefield Hardline. Буду проходить ее полностью. Да и не думаю то, что новый Battlefield будет длинным. Так как обычно шутеры проходятся за 4-5 часов. В общем-то, поиграл я в бету. Записывал я еще в первую бету, когда было для вас 2 видео. Вот бета, которая была в январе, что ли, я ее точно не помню, или в феврале. Я ее не записывал, потому что не вижу в этом смысла. Мне вообще мультиплеерная составляющая игры вообще не понравилась. Не вижу отличий от Battlefield 4. Ну, только были отличия в том, что карты поменялись. Ну, и режимы новые добавились. То есть, карты стали намного меньше. Они их сделали, так сказать, компактнее. Так, ну что ж. Следующую игру, которую я буду проходить, это GTA 5, естественно. К сожалению, опять перенесли. Не знаю, буду ли я проходить 14 апреля, я в этом, ребят, не уверен. Потому что чую я, что где-то GTA-шку будут, наверное, месяца 2-3 переносить, скорее всего. Но посмотрим. Если выйдет 14 апреля, то будет, конечно же, хорошо. Предзаказал я ее в Steam, кстати. Стоило довольно-таки дорого. 2 тысячи рублей. Ну, на самом деле, я рад хоть то, что она не стоит 5 тысяч, как на консоли. Потому что 5 тысяч это как-то слишком много. Ну, если бы столько же 5 тысяч, я бы не покупал, естественно, компьютер. А вот за 2 можно купить. Так, ребят, извиняюсь за заминку. Ну, в общем-то, я остановился на GTA Online. Как я уже сказал, если у друзей будет время, я буду записывать с ними. А если не будет у них времени, то буду записывать один. Итак, следующую игру, которую я буду проходить, это Mortal Kombat 10. Давно, на самом деле, ждал. По-моему, прошло с момента выхода Mortal Kombat 9. Сколько лет? А, год 4, наверное. Да, по-моему, год 4 прошло. Ну, знаете, это такая же грандиозная игра, наверное, как серия GTA. То есть, каждые 4-5 лет выходит новая часть, которую, естественно, все ждут. Вот, и я в том числе. Буду я проходить кампанию, может быть, еще поиграю мультиплеер. Что, скорее всего, я так обычно играл в 9-й Mortal Kombat по мультиплееру. Правда, в версии для ПК были лаги. И было, считай, играть иногда невозможно. Но все же попробую все-таки записать мультиплеер, если получится. Ну, что ж, ребят, это пока все игры, которые выходят в ближайшее время. Может быть, список их пополнится. Я не уверен, что это окончательный список. Ну, или, может быть, если я захочу еще старые игры проходить. Посмотрим, ребят, как будет. Ну, что ж, ребят, всем желаю удачи. Увидимся в следующих роликах. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.